В Уссурийске уже работает штаб по подготовке к отопительному сезону. Для ресурсоснабжающих организаций составлен план работы. В него входит и закупка топлива. Руководители теплосетей, водоканала и электросетей доложили депутатам Думы, что готовы встретить зиму. Олег Михайлович, а у водоканала, что часть финансирования? То, что мы запланировали, в принципе, мы готовы пройти эту зиму без проблем. И финансирование достаточно? Финансирование достаточно. То, что мы рассчитали на этот год, нам вполне достаточно. Правда, есть отдельные подводные камни. Всё больше компаний отказываются от частных котельных. На слуху пример компании «Гелиос». Её жилой фонд теплосети переведут на пятую котельную. Также планируют прекратить подачу тепла котельные локомотиворемонтного завода и ТМК. Депутаты предложили теплосетям решать проблему в тесном взаимодействии с Думой и администрацией. Мы сегодня руководители. У них реальные проблемы есть. И эти проблемы надо решать сообща. Надо ввести в тот формат, как и того бюджета, которым мы сегодня реально располагаем. Другого подхода, в принципе, не должно быть. Депутаты также обсудили, как переживут следующий осенний-зимний сезон наши дороги. Руководитель муниципального предприятия «БОС» заверил членов комиссии, что его организация планирует почти полностью отказаться от наёмной техники. Ведётся большая работа по обновлению автопарка. Прошлой зимой половину грейдеров и погрузчиков приходилось одалживать у других предприятий. Это отрицательно сказалось на оперативности работ и стоило округу дополнительных затрат. Мы можем проводить любого рода заседания, мы можем проводить встречи. А сегодня речь идёт о другом – о качестве выполненных работ. Ещё один важный вопрос на повестке дня – предварительные итоги лицензирования управляющих компаний. На данный момент 33 у сельских компаний получили лицензию, 5 было отказано. Однако тревогу депутатов вызвали 14 управляющих организаций, которые вовсе не обратились в госжилинспекцию. На их управлении находятся 87 домов. Было проведено 17 собраний на тех домах, где собственники самостоятельно собрания не проводили. Значит, по результатам этих собраний 6 домов у нас выбрали управляющие компании, и 53 многоквартирных дома выбрали самостоятельно. Появили собрание и самостоятельно выбрали из тех 33 компаний на себе управление. В результате в подвешенном состоянии остались ещё 28 многоквартирных домов. С этим жилым фондом будет работать администрация округа. Депутаты Думы приняли к сведению отчёт управления жилищной политики. Евгений Талов, Матвей Мугер, Телемикс.